Что сюда можно положить, спросите вы. Да ничего, это фэшн, ребята. Всем приветик, ребята! Сегодня я решила вам снять видео про коллекцию моих сумок. И некоторые из вас ждали это видео, я думаю, что девочкам будет, наверное, интересно это посмотреть. Прежде чем начать снимать это видео и рассказывать вам про каждую историю моей сумочки, я хочу сказать, что некоторые люди собирают монеты, некоторые люди собирают машины, некоторые люди коллекционируют марки, а я люблю коллекционировать сумки. Это моя такая маленькая коллекция, которая у меня немножко собралась с годами. Она постепенно растет, я люблю сумки, мне кажется, это такой незаменимый аксессуар для каждой идеи. Девушки, лично мое мнение, дорогая сумка и дорогая обувь, ну и может быть и часы, но они не обязательно, они могут сделать ваш наряд, лук повседневный, просто вот таким вот. Это такая вишенка на тортике, которая добавляет нашему повседневному луку наполненности и стиля. Поэтому я люблю инвестировать свои деньги и деньги своего мужа в сумки и обувь. Это просто то, что мне нравится. Обувь я еще не так сильно с ума схожу, а вот сумки, как я вам уже сказала, я очень люблю. И я люблю их покупать, носить, коллекционировать. Нету ни одной сумки в моем гардеробе, которого я... Хотя нет, ну есть одна, но она просто уже старая, которую бы я не носила, я все ношу, всем этим пользуюсь. Я пока что не планирую ничего продавать. Для меня это просто доставляет огромное удовольствие коллекционировать сумки, носить, как-то комбинировать со своими нарядами. И да, я просто хотела сказать это перед тем, как я начну это видео, потому что я не выпендриваюсь, ребята. Я просто делюсь с вами какой-то своей коллекцией, которая приносит мне удовольствие. Поэтому, если приносит удовольствие это человеку, почему бы ему не разрешить это делать, правильно? Так что в моей коллекции у меня есть дизайнерские сумки, также есть обычные сумки с таких сайтов, как Asos, Fashion Nova, The Fool. Поэтому сегодня я хочу вам показать каждую свою сумочку из моей коллекции, рассказать историю, как она у меня появилась. Если вы хотите увидеть мою коллекцию сумок, то продолжайте смотреть это видео. Давайте, наверное, начнем с моей недавней покупки. Просто пришла эта мне сумочка буквально несколько дней назад. Если честно, я даже не знаю, откуда эта марка и все такое. Просто я ее купила сама на свои заработанные деньги с YouTube. Мне давно ее хотелось. Я очень долго заходила на их сайт, смотрела, есть ли у них обновления, подступили ли сумки в продажу. Потому что после первого дропа все сумки просто раскупили. После Нового года они сделали второй дроп, и у них на сайте появились черные, белые и еще розовые с новой коллекцией. Так как только я это увидела, я, можно сказать, мониторила этот сайт. Я мечтала об этой сумке, хоть она такая маленькая, и скажете, вы, бесполезная. Это так, она на самом деле очень бесполезная. Туда может влезть максимум, не знаю, губная помада, дорожные духи и ключи от машины. Все. Но она такая миленькая, она мне настолько сильно нравилась. Поэтому я давно за ней гонялась. И вот, наконец-таки, я ее себе купила. Она очень маленькая. Она также может носиться на длинном ремешке. Можно отстегивать его и носить просто вот так вот эту сумочку. Я бы даже сказала больше, что это вечерний клатч, который можно надеть в клуб, положить туда кредитную карту и помаду, и все. Больше вам ничего не нужно. Вторая моя сумка. Это сумка Dolce & Gabbana, которую создавала, по-моему, Моника Белуччи. Если я не ошибаюсь. По-моему. А может быть, по-моему, Моника, да. Дайте я даже сейчас посмотрю. Потому что там внутри на зеркале есть гравировка. Да, вот, видите, здесь маленькое зеркальце и написано Моника. Это была тоже лимитированная коллекция сумок, которые выпускала Dolce & Gabbana очень давно. Это моя самая первая супер дорогая дизайнерская сумка, которую подарил мне мой папа на мое 16-летие, по-моему. До 16 лет у меня практически не было никаких оригинальных дизайнерских сумок. И я об этом мечтала давно, и вот мой папа решил мне сделать такой подарок на мой день рождения. И я просто была на седьмом небе отчасти. Если честно, я по сей день очень сильно люблю эту сумку, но я ее очень редко пользуюсь. Потому что она немножко тяжелая, если честно. И, блин, я предпочитаю более маленькие сумки для того, чтобы носить супер нужные вещи с собой только. А вот эта, она, мне кажется, для меня слишком большая. Но она у меня стоит, украшает мою коллекцию. Я также привязала к ней, ну, прикрепила вот такой вот помпончик, который я купила в Сингапуре. Это не брендовый, я его просто купила в каком-то сувенирном магазине. Мне кажется, он супер подходит под эту сумку, потому что, видите, здесь такой бордовый цвет тоже. Сумка классная на самом деле. Я с ней ходила, пользовалась ей первое время. У нее очень классный нутер. Она такая леопардовая. Это моя просто первая самая сумка, которая открыла всю мою дизайнерскую коллекцию. Поэтому она у меня как реликвия такая, знаете. Мне кажется, пройдет сто лет, я ее никогда в жизни не продам. Я ее оставлю, и она будет у меня просто стоять, как такой памятник маленький. Дальше, после этой сумки, которая открыла моя коллекция, у меня появилась вот такая вот малышка от Валентина, которую мне тоже подарил мой папа. Я не помню, на какой праздник. Но она супер миленькая. Ей уже очень много лет тоже. Я ее безумно люблю. Она очень легкая. Единственное, что тяжелая, так это вот эти золотые цепочки. Это не имеет значения, потому что сумка реально очень классная. Вот так вот открывается. Раз. И два. И внутри там есть тоже три кармашка. Вот так вот. Она у меня больше пяти лет, наверное. Если я не ошибаюсь. Поэтому да, она тоже очень крутая. Я ее сейчас редко ношу, потому что у меня появились другие сумки. Но, тем не менее, она у меня тоже стоит в коллекции, украшает. Она мне по сей день очень нравится. Поэтому я с удовольствием ее ношу, когда у меня бывает настроение вот под эту сумочку. Сумка номер четыре. Это вот такая вот сумочка тоже от Prada, которую мне тоже подарил мой папа. Это была третья сумка в моей коллекции сумок. Она тоже куплена очень давно. Она мне по сей день нравится. Я ее ношу. Мне кажется, она такая винтажная, знаете. Потому что эта коллекция ее давно уже не выпускают. И мне кажется, уже 30, не знаю, ну сколько ей лет, но ей много довольно-таки. Поэтому такая обычная классическая блестящая черная сумка от Prada. Внутри она тоже, по-моему, красная. Видите? С красной кожей. С некоторыми карманчиками. И самое крутое это то, что черная. И вот эти вот цепочки. Это такая не очень длинная цепочка. Она как бы надевается вот так вот на руку. И сумка у вас висит на плече. Классическая, универсальная, подходит подо все. Не знаю, давно она у меня. Просто тоже стоит, украшает мою коллекцию. И так же я ее ношу, потому что... Ну, блин, она очень классная. Кстати, я только что поняла, что вот эта вот цепочка, она отстегивается. Представляете? Я увидела карабинчики тут маленькие. А раньше я не знала, что это отстегивается. Про эту сумку-клатч я вам должна обязательно рассказать. Это мой клатч, который был на выпускном. У меня здесь в школе в Испании. Он у меня тоже сохранен. Потому что это для меня такое, как антиквариат, который я тоже буду хранить всю жизнь. Это сумка Диана Вон Фюрсенберг. То есть это не такая дорогая фирма. Но она как бы не дешевая, но тоже она недорогая. Сумка очень легкая. В нее тоже помещается очень мало. Но это вечерний клатч. Я с ним ходила на выпускной. И выпускной это был такой запоминающийся день у меня тут в Испании. Поэтому я обязательно решила сохранить этот клатч у себя. И просто, чтобы он мне напоминал об этом дне. Я его после этого, если честно, не носила. Видите, какой здесь внутрь. То есть, ну, там тоже можно положить только помаду. И ничего больше. Одела я ее всего лишь один раз. Но она мне приносит много классных воспоминаний со школьного времени. Поэтому я ее тоже сохранила. И дальше давайте пройдемся по сумкам, которые у меня такие недорогие, бюджетные. Сумка вот эта. Из Asus. Мне тоже очень нравится. Это сейчас тоже модно такой прозрачный кубик. Который тоже мало чего помещается. Но можно уместить телефон, там, не знаю, камеру и блесли губ. Вот у меня там лежит калий и блесли губ. Она такая прозрачная. То есть, в ней видно то, что вы носите. Но это стиль, ребята. Это стиль. Вы понимаете? Заказывала ее с Астаси за 30 или 20 долларов, по-моему. Поэтому одевала ее всего лишь один раз. Потому что она не очень практичная. Но я ее храню. Может быть, я ее когда-нибудь одену. Потому что, мне кажется, это такая сумка очень прикольная. Она тоже больше как ланч. И у нее, видите, вот такой вот замочек. Так нажимаешь. Хопа. Она открывается. И потом также нужно сильно нажать. И она закрывается. Ребята, у меня разрядилась камера и сел свет. Поэтому я перешла в другую локацию. Так что... Следующая сумка тоже бюджетная. Это вот такая вот миленькая, пушистенькая малышка с Астаса. Которая тоже мне стоила, по-моему, 14 долларов. С серебряными цепочками такими. Видите? Ее можно вот так вот носить на плече. То есть, она тоже не длинная. И внутри у нее очень много места. То есть, она такая, видите, как мешочек. Она очень вместительная. Туда влазит целая рука. Туда много чего, кстати, помещается. Купила я ее несколько месяцев назад. Поэтому она тоже в моей коллекции. Я ее ношу. И... Да, вот такая вот просто, видите, розовая, пушистая. Такая мягкая сумочка из искусственного меха. Розовый, кстати, такой нюдовый розовый. То есть, грязноватый розовый. Следующая бюджетная сумка в моей коллекции. Это вот такая вот тоже трендовая, популярная сумочка. С Fashion Nova, которую я заказывала. Но, блин, если честно, вот я бы больше с Fashion Nova не заказала. Потому что, во-первых, у меня с ними плохая история. Так как они мне в Сингапур не доставили посылку. И до сих пор мне не вернули за нее деньги. Которое мне платить должно было прийти на наш baby shower. То есть, вы представляете, как давно это было. И я вот заказала вещи с Fashion Nova. Ну, как бы там прикольные вещи, да, там, я не спорю. Все супер классно, модно, подходит под вашу фигуру. Но из-за того, что я нахожусь в Испании, мне пришлось заплатить большой налог. И я заплатила около 200 евро налога за всю посылку, которую я купила. Ну, я там много всего купила, но 200 евро, блин, налога. Вы представляете, сколько это много. Ну, сумка классная. Ничего не могу сказать. Такая дешевенькая. Тоже была, по-моему, 20 долларов. Дешевый материал. Это искусственная кожа. Дерманитин, по-моему. Внутри у нее мало места. Потому что, видите, она такая тонкая. Но можно кое-что уместить. Там даже есть один кармашек. Она такая в сезоне. Сейчас модная. Можете тоже у многих блогеров эту сумку увидеть. И она тоже носится вот так вот на плечо. Следующая. Давайте теперь уже вернемся тоже к дизайнерским сумкам. Это первая сумка, которую мне купил мой муж. На то время мой молодой человек. На день рождения. Это вот такая вот тоже малышка. Гуччи. Красная. Я очень хотела себе красную сумку. Сейчас не понимаю, почему я хотела. Потому что я ее довольно-таки редко одеваю теперь. Раньше я ее очень много носила. Но сейчас, не знаю, у меня может быть поменялись вкусно. Хотя я ее люблю. Я ее все равно одеваю. То есть она у меня не стоит. Но она такая крупненькая. Туда много чего влазит. Но в последнее время я поняла то, что мой формат сумочек, он, наверное, вот так вот. Половина вот этой сумки. То есть мне больше не нужно ничего брать из дома. Первая сумка, которую он мне подарил на мое 20-е день рождения. Поэтому она тоже много для меня значит. Это его первый такой большой дорогой подарок для меня. Я ее хотела. Мы хотели вместе выбирали. И он как-то все равно умудрился с сюрпризом мне ее подарить. У нее вот здесь вот логотип кучи. Золотое такое золото. Знаете, такое, как будто старое. Сделано под старинку. И потом вот так вот вы открываете эту сумку. И здесь у меня лежит бумага. Чеки какие-то. Ну, короче, вы видите, что я ее ношу. Но там есть кармашки. И она сделана внутри очень приятным таким материалом. Мягким. Поэтому, да, ее можно носить, как и вот так вот. С короткой ручкой. Также можно вот так вот вытянуть, видите. И носить с длинной ручкой. Следующая сумка, которая тоже много значит для меня. Это... Мне кажется, у каждой сумки есть история. В моей коллекции это очень круто. Потому что я помню каждую эту историю, смотря на эту сумку. Я вспоминаю эти моменты. Поэтому вот такая вот сумочка Селин. Она такая тоже в цвете хаки. Была модный цвет этого сезона. Она похожа, кстати, на цвет вот этой моей толстовки. Толстовка, кстати, старая. Вы помните ее? Я в ней начинала свой YouTube-канал. Ей уже кучу лет. Я ее не там вот тут копала у себя в шифонере. Она мне еще подходит по размеру. Поэтому решила ее найти сегодня вам снять видео. Короче, я не уверена в России, делает ли у нас так или нет. Но на рождение ребенка у нас... Ну, не то, что у нас, блин. В Европе дарят женщине push present. За то, что she pushed the baby out. Я напишу вот здесь перевод. Мы посмотрели сериал какой-то на Netflix. И там был этот push present. Муж дарил своей жене push present. Абир мне просто подарил как подарок на рождение сына. Вот такую вот сумочку селин, которую я хотела и давно к ней присматривалась. Но появился повод. И вот он мне сделал суппиз. Я не знала, если честно, что он мне купит это. Я вообще не знала, что мне подарок подарит. Это тоже моя очень любимая сумка. Видите, у нее такие оригинальные селиновские, как они делают. Весюльки. Внутри она просторная. Я не буду открывать, потому что она у меня там наполнена, чтобы форму держала. Очень просторная. Единственное, что там нету карманов. Там все болтается все время по этой сумке. Но, блин, не в этом суть. Она мне очень нравится. Я ее люблю носить вот так вот просто. И также у нее есть еще длинный ремешок, который можно надевать через плечо или же через все тело. Следующая сумка. Это тоже одна из новых сумок. Это вот эта вот Прадовская. Мне кажется, вы тоже ее видели в Инстаграме у многих людей. Потому что она сейчас очень популярна. Тоже хайповая. Видите, такая вот. Я взяла ее в черном цвете. Хотя там были красные, бежевые и вот черные. У этой сумки такая история, что она сейчас настолько популярна. Во-первых, давайте я скажу сразу. Мне ее подарили на Новый год. Я сама выбирала себе подарок. Я хотела эту сумку. Я ее искала. И я очень расстроилась, когда на сайте официальном Прада ее больше не стало. Потому что ее раскупили. И я тогда решила просто попытать свою удачу. И написала в магазин Прада в Барселоне. Спросила, есть ли у них эта сумка. И у них, оказывается, осталась такая. Бежевая и красная. Каждый в одном экземпляре. Поэтому я сразу же заказала себе черную такую сумку. У нее есть вот такой вот длинный ремень. Он крепится вот так на сумку. И вообще вот эта вот вещулька, она от этого ремня. Она прикрепляется вот сюда вот. И мне ее моментально отправили. Эта посылка мне пришла рано с этой сумкой. И она у меня долго лежала под елкой. Поэтому я не открывала ее до 1 января. Вот такая вот сумочка. Правда, она мне тоже очень нравится. Хотя многие пишут, что, блин, у меня в инстаграме она ужасная. Она дешевая. Она смотрится дешево. Она некрасивая. Если честно, я в восторге. Мне нравится. Она очень практичная. Материал такой, который, знаете, если ребенок запачкал, может просто салфеткой пройтись. И все будет отлично, шикарно. Поэтому для меня она просто идеальна. Ее можно носить, опять же, на коротком. На плечо вот так вот. И также можно носить через все тело на вот таком вот длинном ремешке. Кстати, еще одна очень крутая вещь. Это то, что вот этот вот ремень сумочный можно носить как ремень на талию. И вы сюда прикрепляете вот на эту вот штучку. Видите? Вот такую висюльку. И у вас получается крутой ремень, который можно носить с джинсами. Это тоже очень крутая фишка, которую они придумали. Следующая сумка это у нас вот эта вот. Фэнди. Тоже подарок на мой день рождения в этом году. Это было 21 день рождения. Мне подарил ее тоже, опять же, мой муж. Она очень крутая. Она мне безумно нравится. Это, наверное, моя самая любимая сумка из всей моей коллекции на данный момент. Потому что, ну блин, она такая прям миленькая. Она пушистая. Шерсть чья-то, я не знаю чья. С логотипом Фэнди. С такой их оригинальной. Который они везде делают. Тоже бляшкой логотипа. Она довольно-таки вместительная. Я здесь положила просто пустую коробку, чтобы она держала форму. Сюда может поместиться камера, телефон, крем для рук, ключи, карточка кредитная. Даже айфон можно попробовать уместить вместе с камерой. Поэтому тоже прикольная. Хоть она очень маленькая, видите. И вот этот вот ремень я заказала отдельно. Фэнди он тоже такой. Видите, текстурный бархатный ремень. Она вообще шла с просто цепочкой. Золотой вот такая же, как и вот эта вот бляшка. Бляшка или пряжка? Пряжка. По-моему, пряжка. И просто, короче, была здесь обычная цепочка, которая длинная. Довольно-таки длиннее, чем вот этот вот ремень. Потому что если вы наденете вот этот ремень, то сумка, как бы, видите, она так. Как такая монетная сумочка получается. Лучший подарок на день рождения. Я была просто в восторге, когда я ее получила. Ей буквально эта сумочка у меня новенькая. Ей буквально, не знаю, там даже меньше полугода. С октября прошло совсем мало времени. Поэтому она у меня тоже стоит в коллекции. Я ее, кстати, очень много носила в самом начале. Сейчас она у меня почему-то так более стоит. Потому что, наверное, я больше предпочитаю вот эту сумку сейчас. Это вообще была сумка мечта. Я даже не думала, что у меня получится ее купить. История, кстати. Я вам забыла рассказать историю, как она у меня появилась. Ее тоже на сайте раскупили в последний момент, когда мне нужно было ее. А я ее тоже увидела у кого-то в инстаграме. Мне безумно понравилось. Решила себе покупить. И когда подошел день выбирать подарок, то, блин, эта сумка пропала с сайта. Хотя все это время то она была. Поэтому я тоже опять очень расстроилась. Потому что я именно ее и хотела. Решила попытать свое счастье. Написала в магазин. Позвонила сначала в Мадриде или в Барселоне. Я уже не помню. И мне сказали, что есть, да. Одна последняя осталась такая сумка. Но она зарезервирована женщиной какой-то из Китая. И она должна приехать только в конце этого месяца для того, чтобы купить сумку. А я позвонила где-то в 10 числах. Вот. Поэтому я говорю, давайте я вот прям сейчас ее куплю. Прям сейчас вам деньги отправлю. Просто давайте зарезервируйте ее для меня. В зале кто первый типа купит, тот и получит эту сумку. Поэтому я быстренько скооперировалась. И вот эта сумочка моя. Ну и последняя сумка с моей коллекции. Это вот такая вот обычная черная сумка на поясе. В Сен-Лоран, которую я покупала в Сингапуре. Ну, опять же, не я покупала. Мы вместе с мужем покупали. Потому что после его боя, после того, как он получил гонорар, мы решили пойти немножко порадовать себя. И он купил себе там кроссовки и кепку. И всякое такое. Я вот купила себе сумку. И тоже туфли там какие-то. Только хотела на поясную сумку. Потому что у меня тогда не было ни одной нормальной на поясной сумке. Вот. И я долго выбирала. Между там были разные цвета, разные дизайны. Но решила все-таки сойтись на вот таком самом простом черном дизайне. И кожа очень классная. Она такая, видите, как бы... Ее очень сложно поцарапать. Ее очень сложно повредить. Поэтому она будет долго держаться. Она такая толстая как-то. Там были также сумки в таком же цвете. Но с более тонкой кожей. То есть, если вы поцарапаете ее, то царапина останется, знаете. И есть такая прям тоненькая кожа. С ребенком самое то. Я эту сумку, видите... Мне кажется, она уже такая изношенная. Потому что я ее довольно-таки часто ношу. Она мне очень нравится. И она подходит просто ко всему. Потому что черный цвет с вот этими золотыми деталями. Не знаю. И вот этот ремешок также можно еще делать меньше. Чтобы она была, знаете, на талии у вас как ремень. Я даже ее использую вместо ремня. Представляете? И можно вот так вот сделать много. Как бы чтобы он длинный был. Видите? И получается, вы ее можете даже вот так вот тут носить. Это все сумочки. Ну, хотя... Подождите. У меня еще есть пару. Но они такие бюджетные и не очень крутые. Но я вам все-таки покажу. Вот. У меня еще есть вот такая вот сумка. Каролина Эрера. Которую я тоже покупала 100 лет назад. Просто когда училась еще здесь в школе в Испании. Она тоже, знаете, такая только на плечо. Сейчас, кстати, такие сумки в моде. Поэтому я ее недавно тут тоже выгуливала. И она не очень вместительная. То есть здесь, видите, она такая тонкая-тонкая. Туда можно поместиться только телефон. Не знаю. Там блеск для губ-ключей. Тоже карточка кредитная. Поэтому вот такая вот сумочка с коричневым ремешком. Ремень, кстати, невозможно сделать. Больше или меньше. Он все вот решит здесь. Следующая сумка с Asus. Кстати. Вот это, кстати, интересно. Я заказывала ее тоже дешевая. Не знаю. Там долларов 10 стоит. Вот так вот она выглядит. Это обычная черная сумка. Видите, вот в таком же материале, как моя вот эта. С вашей новой. Только черная. И она надевается на пояс. То есть вы можете носить это как ремень. Вот так. Ну, на талии, понимаете. И также можно сделать длинным. И прикрепить. Видите, здесь вот для ремня сделаны такие вот штучки. И можно прикрепить этот же ремень вот за вот такие вот хлястики. Чтобы это было как такая ручка. И можно носить ее просто через все тело или же просто на плече. Но я ее для чего купила? Не потому, что она мне супер понравилась. Кстати, она неплохая. Да, она очень практичная. Но туда мало влазит. Потому что она тоже, видите, маленькая. То есть одна камера туда может поместиться. Ну, а я купила вообще эту сумку для того, чтобы брать. Смотрите. Вот этот ремень. Фенди. Раз. Два. Вот. Да, эту сумку. Несмотря на то, что вот здесь вот серебро, а так ремень золотой. Поэтому все равно смотрится неплохо. Если честно. Поэтому, да. Я вот так вот ее носила. Тоже, видите, как через все тело. И вот так она у меня была. Ну что же, ребята, это все. Это вся моя коллекция сумок. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Потому что оно получилось у меня супер долгим. Я его снимала несколько раз. Потому что у меня садилась батарейка на камере. Блин, я уместила все. Хотя сумок у меня, если честно, немного. Но я показала вам самые классные. Которые прям, знаете, мне близко к сердцу. И я обожаю коллекционировать сумки. Как я уже сказала, это моя мини-коллекция. Поэтому я была рада поделиться ей с вами. Никакого выпендрежа не было в этом видео. Пожалуйста, не надо мне писать то, что я там выпендриваю. Если что-то еще. Вы не представляете. Я долгое время с самого, не знаю, там, моего совершеннолетия мечтала об этом. То, что у меня когда-нибудь будет много красивых брендовых сумок. И они будут красиво стоять и радовать мой глаз. И вот, наконец-таки, это моя мечта. Маленькая такая, материальная, свершается. Поэтому я очень рада поделиться ей с вами. И, может быть, тем самым замотивировать вас. Зарабатывать деньги, совершать свои мечты. Я надеюсь, что вам она понравилась. Если это так, то ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Если вы новенький, добро пожаловать на мой канал. Я вас всех безумно люблю. Целую и обнимаю. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok